В 21 веке только труд может обеспечить казахстанцам благосостояние и достижение нового качества жизни. Мы страна труда, и наше государство должно воспевать человека труда. Эти слова президента звучат призывом к действию для миллионов людей. В свою профессию я пришла в 1982 году. Поскольку я как бы преподаватель английского языка, то, конечно, свою профессиональную деятельность я начинала в школе, учителем английского языка. Ну а поскольку, когда я училась в институте, у нас был очень сильный преподавательский состав. У нас были преподаватели, которые в то время, это же было давно, 70-е годы, когда они работали еще за рубежом, в Австралии. И были очень сильные преподаватели, которые очень любили зарубежную литературу. Поскольку я хотела, чтобы совмещать и знание своего языка, применение знания своего, применение этого иностранного языка, ну и, конечно, вот ту среду, в которой я привыкла в институте. Поэтому я решила пойти, тогда была библиотека Сейфулин, она имела очень хороший имидж в Целинограде. И там работал очень хороший коллектив. И получилось так, что было место в отделе иностранной литературы. Мама у меня была медик, отец был шахтером, потому что я из Караганды сама. Поэтому, ну знаете, ведь раньше люди очень много читали, у меня мама очень много читала. И у меня воспоминания из детства, ну как и у многих, наверное, людей моего поколения, когда читали много книг, много книг читали, и родители читали детям своим, и сами детки рассматривали эти книги. Знаете, я думаю, что всё-таки от семьи всё идёт, всё в семье. Вот когда в семье царит эта вот атмосфера книжного духа, вот любви к книгам, когда родители сами читают, да, тогда я думаю, что это спонтанно будет передаваться этим детям. А просто так как бы заставить в век, техногенный век, когда кругом у нас компьютеры, и детки в основном сидят перед мониторами, то просто так заставить, сказать, на, почитай, я думаю, что не очень так удастся. Для того, чтобы пропагандировать литературу и привлекать читателей, мы, конечно же, проводим литературные клубы, встречи, конференции, уроки и так далее, для того, чтобы всё-таки привлечь библиотеку молодых людей. Сейчас в современном мире очень много различных форм приобщения читателей к книге, к библиотеке, поэтому вот одна из форм приобщения этих читателей – это, конечно, вот такие литературные клубы, где читатели, молодые читатели, узнают намного больше и шире о том или ином авторе. В обязанности библиотекаря входит много, но прежде всего, конечно, это обслуживание читателей. Это не просто обслуживание. Пришёл читатель, показал требования, выдал книгу. Это общение с ним. Бывает, ты просто записывая книгу в формуляр, просматриваешь, ага, видит, он берёт, допустим, Маринину. Значит, человек любит детективы. Но если, допустим, читатель приходит, и он чувствует, что он хочет с тобой пообщаться, и если я действительно читала это автора, он, может быть, мне нравится этот автор, может быть, не очень нравится, то, конечно же, я вызываю читателя на контакт, и мы с ним обсуждаем. Наш современный век, когда уже требования предъявляются большие к любой профессии, в том числе и к библиотекарю, конечно, профессиональное образование, высшее профессиональное образование, оно даётся у нас в нашей стране. Молодые люди могут заканчивать университеты, вузы, которые даёт профессиональное библиотечное образование, которое они потом могут применять на практике уже основательно. Каждая специальность – это целый мир. И о каждой наша съёмочная группа расскажет свою историю. Как день за днём, год за годом строится огромная страна, страна труда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова